В составе Краснодара в дерби помимо травмированных Янджейчика, Жаозинью и Газинского не смог принять участие почувствующий уже в день матча недомогание Мартынович. В итоге Олегу Кононову волей-неволей пришлось ставить стартовый состав обоих висящих на трех желтых карточках в центр дефов Грандквиста и Сигурсена. А в запасе у наставника горожан не осталось вовсе ни одного игрока обороны. В дебюте обе команды продемонстрировали заряженность на атаку, обменявшись ударами. Впрочем, обе попытки Петрова и Игнатьева были заблокированы оборонявшимися. А затем пошло перетягивание каната. Соперники сражались за территорию и инициативу. На 11-й минуте горожане совершили резкий рывок на себя. Мамаев в ходе контратаки, которую здорово поддержал Калешин, не пошел на сближение с вратарем, пробив метров с 18. Белинов среагировал и отразил мяч. Похожий эпизод произошел и 7 минут спустя. Передача Измайлова нашла того же Мамаева на грани офсайда и капитан Кубани вынужден был второй раз вступить в игру, защищая свои ворота от выстрела седьмого номера Краснодара. На 23-й минуте центр-форвард желто-зеленых Бальде имел шанс улизнуть от защитников на одинокого дикане, но слишком далеко отпустил мяч и тот без борьбы достался голкиперу. В целом, ни одна из команд не имела преимущества, но на исходе получаса игры номинальные гости неожиданно повели в счете. Чудо-выстрел метров с 35 удался Антону Соснину. И снаряд, выпущенный словно из прощи, вонзился в верхний угол владения диканя, чей отчаянный прыжок не смог спасти ситуацию. Горожане на пропущенный мяч отреагировали единственно верным способом. Едва начав в центр, они устремились вперед, и вскоре Мамаев пробивал от угла вратарской после точной передачи Широкова, но пустил мяч недостаточно сильно и прямо во вратаря. Но прошло совсем немного времени, и быки восстановили равновесие. Арии, собрав вокруг себя соперников у линии штрафной Кубани, протолкнул мяч в свободную зону на Маурисио Перейру, который ударом со штыка прошил Белинал. Концовка тайма прошла во взаимных атаках. Плеймейкер желто-зеленых попов мощно зарядился штрафного рядом со штангой. А Краснодар ответил на это своей фирменной атакой, в финале которой Широков, окажався в одиночестве около угла вратарской, сделал наброс на дальнюю штангу, где находился свободный Мамаев. Увы, передача Романа оказалась чуть сильноватой, и верная возможность выйти вперед под занавес первой половины черно-зелеными была упущена. Второй тайм стартовал с атак Кубани. И на 48-й минуте Букур, стреляя с близкого расстояния, угодил своего партнера Бальде, от которого снаряд покинул пределы поля. Минуту спустя Игнатьев из-за пределов штрафной ухнул выше перекладины. А следующий удар того же 18-го номера, нанесенный на 55-й минуте, достиг цели. Результативная комбинация с желто-зеленой дружиной получилась размашистой и красивой. Попов с правого края в касание сделал перевод к линии штрафной, и Владислав Игнатьев плотно пробил низом. Дикань вроде бы среагировал, но мяч, ударившийся газон, перескочил через его руки и оказался в сетке. И снова Краснодар не затянулся адекватным ответом. Черно-зеленые чувствовали уверенность в себе, и, похоже, не сомневались, что смогут склонить чашу весов на свою сторону. Не прошло и двух минут, как Мамаев влетел в штрафную Кубани по месту правого инсайда и прострелил в центр на Ари. Бразилийц был готов внести мяч в сетку, однако был уложен на газон со сниным. Пенальти выглядел очевидным, причем вкупе с красной карточкой защитнику номинальных гостей за фолл последней надежды. Но рефери Иванов рассудил иначе, и этот эпизод просто проигнорировал. Сокрушались по этому поводу горожане недолго. Прошло три минуты, и Ари идеальной передачей вывел Широкова один на один с вратарем, но капитан Кубани проявил чудеса реакции и отразил удар в упор. Впрочем, уже спустя несколько секунд Роман Широков взял убедительный реванш уголкипера за поражение в предыдущей микродуэли. Приняв длиннющую диагональ от Измайлова в левом секторе штрафной соперников, он раскачал Манолева и из-под него коварно пробил ближний угол. Снаряд юркнул в сетку в малюсенький зазор между Белиновым и Штангой. Искрометный футбол продолжился. Атакующий маятник раскачивался неистово, причем амплитуда его колебаний с каждой минутой все отчетливо сдвигалась в сторону ворот Кубани. Вот Мамаев рыбкой летит на подачу справа, но самую малость не дотягивается до мяча. Следом Ари замыкает прострел, Манолев успевает в последний момент помешать и тем самым спасает Кубань от гола. А после прицельного удара Широкого, завершавшего метров с 22, как по нотам разыгранную партию черно-зеленых, гостевую команду выручил голкипер. Ну а самую красивую комбинацию матчей горожане приберегли на 79-ю минуту. Начал ее острым пасом неутомимый Измайлов. Вышедший на замену Лабарде, остроумно пропустил мяч на Широкого, дезориентировав защитников, а Роман выдал просто гроссмейстерский пас в свободную зону направо. Набежавший Виталий Калешин в касании четко пробил противоход Беринову и потонул в объятиях партнеров. 3-2. Впервые в матче, выйдя вперед, отдавать победы, быки были не намерены и продолжили атаковать. Вышедший на замену Андерсон свое соло на 84-й минуте уменьчал чуть не точным ударом. Еще три минуты спустя уже Широков остроумно пропустил передачу Ари, но за его спиной оказался не партнер, а соперник. В компенсированное время Кубань попыталась организовать подобие навала, но ровным счетом ничего извлечь из него не смогла. И финальный свисток зафиксировал суперволевую победу Краснодара в поединке, который по своей зрелищности, по накалу борьбы и по невероятному сценарию, пожалуй, вполне достоин титула лучшей матч чемпионата. По крайней мере, на данный момент.